Не было случая, чтобы голый что-нибудь да потерял, а случаи, когда деревянные здоровяки выигрывали, были, да и не раз. Привет, сладкоголосые мартовские коты! С вами Федорович, а в этом видео я вам покажу одного из самых огромных бойцов ММА и К1, которого знают все любители единоборств, но относятся по-разному, как к пельменям с пивом. Кто-то не может даже представить, как это можно есть, а кто-то не может представить, как без этого жить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи. Когда небо молчит, за него говорит дождь, а я молчать не могу, поэтому пока вы будете наслаждаться всеми победами зверя или мешка, это вы решите сами, я немного о нем расскажу. Бобби имеет рост 196 сантиметров с весом 160 килограмм мышечной массы. Как вы уже догадались, все эти мышцы он наел в деревне у бабушки, пожирая курей, гусей и свиней, добротно запивая парным молочком и ни в коем случае не делал никаких инъекций в коптерке с коллегами по железному спорту. Многие считают Сапа настоящим мешком и с этим тяжело поспорить, но в начале своей карьеры, выступая в Японии, он действительно неплохо дрался. Конечно, соперники у него были не ахти, но победа над Эрнеста Хустом, причем дважды, сделала его знаменитым. В Японии, как вам известно, любят таких больших и страшных бойцов, ведь когда ты мелкая сошка, всегда хочется любоваться акулой. И Бобби практически всегда радовал своих зрителей. Если некрасивыми нокаутами, в которые он отправлял соперников, махая своими лопатами так, что первый ряд потом лечился от насморка из-за сквозняка, то, по крайней мере, сам падал в такие нокауты, которые всегда веселили зрителей и давали повод пообсуждать на кухне, какой же он мешок. В общем, как ни крути, но мужик провел 61 бой на профи ринге, из которых 24 выиграл, а это может далеко не каждый. Пишите в комменты, смогли бы положить такого малыша без разминки и допинга, или отдали бы его на уничтожение своим кентам-алканиндзям. Приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон» 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 Подписывайтесь на канал «Симон» Подписывайтесь на канал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»